ПАСХА 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 Праздник праздников, торжество из торжеств. В этот день православные христиане вспоминают великое событие, повлиявшее на историю всего человечества. Воскресение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа из мертвых. Ощущение светлой радости встречи с воскресшим Господом передается как взрослым, так и детям. С праздником Пасхи связано множество добрых семейных традиций. Пасха – главный праздник у всех православных, который в принципе семейный, в первую очередь семейный. И встречать его в церкви, как по традиции. В 12 номер крестный ход, церковь, стоим в церкви на богослужение, потом уже идем за семейный стол. Купаем плечи, конечно, красим яйца, освещаем. Мама делает Пасху всегда. Очень вкусно по традиции там еще предков. Ну и, конечно, ходим в храм. Тоже практически всегда на ночную службу. И встречаем праздник вместе с большой семьей, с знакомыми, друзьями. В ночь с 15 на 16 апреля митрополит Симбирский Новоспасский Лонген совершил праздничное пасхальное богослужение в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. В полночь, в самом начале нового дня, началась светлая пасхальная заутрення. Под радостный трезвон колоколов, духовенство и все молящиеся совершили торжественный крестный ход вокруг храма. Остановка перед закрытыми дверями храма символизирует предстояние у входа во гроб спасителя. Еще несколько мгновений, и округу оглашает весть о воскресшем спасителе. Пасха является главным праздником для православных христиан. В этот день Сын Божий, распятый на Голгофе за грехи людей и погребенный в пещере, воскрес из мертвых. День воскресения Христова – это праздник победы над смертью. Он дает надежду на спасение и вечную жизнь с Богом каждому человеку. За литургией в день Святой Пасхи на разных языках читается первая глава Евангелия от Иоанна – знак того, что апостолы проповедовали Слово Божие всем народам. Митрополит Лонген прочитал это Евангелие на греческом и болгарском языке. Митрополит Лонген прочитал это Евангелие. Оно прозвучало также на латинском, древнееврейском, английском, чувашском, татарском, мордовском и русском. В конце службы митрополит Лонген осветил Артас – так называется пасхальный хлеб, который будет находиться в храме в течение всей Светлой Седмицы. Владыка сердечно поздравил всех собравшихся на богослужение с праздником Святой Пасхи. Я хочу пожелать, чтобы воскресший Христос всегда бы согревал наше сердце любовью, радостью, потому что первые слова, которые воскресший Спаситель обратил к своим ученикам, были слова «Не бойтесь и радуйтесь». Дай Бог нам ничего и никого не бояться в этой жизни, кроме Бога, и радоваться всегда, и благодарить Бога за все, что Он нам посоветил. Он нам посылает Христос воскресенье. По окончании богослужения сотрудники воскресной школы и симбирская православная молодежь организовали раздачу трапезы для прихожан. Вечером 16 апреля в светлое Христово воскресенье митрополит Лонген в сослужении духовенства епархии совершил Великую Пасхальную вечерню в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. Пасхальная вечерня – это радостная и торжественная служба, посвященная воспоминанию чудесного явления воскресшего Господа своим ученикам, когда горечь и смятение у апостолов сменила радость встречи с воскресшим учителем. По традиции в этот день состоялось награждение клириков и мирян церковными наградами. В Спасо-Вознесенский собор была доставлена Великая Святыня – благодатный огонь из Иерусалима. «Не хочется... И включать этот огонь в Великую Субботу, накануне Святого Праздника Пасхи. Это очень символическая традиция, потому что из древних времен Пасха называлась Солнцем. И Воскресение Христа действительно как Солнце, которое озаряет всю тьму мира. И вселяет в нас, можно так выразиться, силу для того, чтобы совершать наш христианский путь. На богослужении присутствовал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он тепло поздравил духовенство и мирян, всех православных ульяновцев. Сегодня мы с вами отмечаем светлый праздник Христового Воскресения. Пасхальные дни принято делиться радостью с родными и близкими, а также с теми, кто особо нуждается в утешении. Настоятель храма во имя святых бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Осийских, протеерей Олег Кропачев вместе с православными добровольцами и представителями администрации Ульяновской областной клинической больницы посетил пациентов этого лечебного учреждения. То дело милосердия, которое мы проводим уже 18 лет, по милости Божией, и исполняя заповедь, которую Господь сказал нам в Нагорной проповеди, «Блаженни, милостиви, якоти и помилований будут». И вот мы уже 18 лет посещаем наших братьев и сестер, которые находятся в больнице. С хором, с детьми, поём духовное песнопение, раздаём пасхальные пироги, подарки нашим братьям и сёстрам. Поскольку в областной больнице введены карантинные ограничения, православные добровольцы передали праздничные пироги для пациентов через персонал медицинского учреждения. В ходе акции священнослужитель и православные добровольцы посетили около 20 больничных отделений. Пациенты, которые находятся у нас сейчас в нашем стационаре, они не каждый мог по состоянию здоровья прийти к нам в храм. И поэтому вот даже сегодня мы пришли, и пациенты очень рады и спрашивают, кто это нам такой праздник устроил. Естественно, мы вот с молодыми людьми рассказали, что это делает наш храм. Они очень были благодарны отцу Олегу и нашему храму. Пасхальные торжества будут проходить в течение последующих 40 дней вплоть до праздника Вознесения Господня. А это значит, что есть время для того, чтобы поделиться пасхальной радостью как можно с большим числом людей. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Имя Ивана Яковлевича Яковлева известно многим жителям Ульяновска. Удивительна жизнь этого выдающегося человека, а его дело заслуживает огромного уважения. Для того, чтобы узнать больше о жизни и трудах просветителя чувашского народа, первым делом необходимо отправиться в музей Симбирской чувашской школы квартиры Ивана Яковлевича Яковлева. Именно здесь, в 1868 году, он открыл Симбирскую чувашскую учительскую школу, которая стала крупным культурно-просветительским центром, объединяющим мужскую учительскую школу и женские педагогические курсы, начальные мужские и женские училища. В 1991 году здесь открывается наш музей Симбирской чувашской школы квартиры Ивана Яковлева. Первоначально открывается квартира, в которой мы с вами находимся. Причем из шести комнат восстанавливаются только три, остальные комнаты восстанавливаются немножечко позднее. Ну и относительно недавно, в 2017 году, произойдет ремонт второго этажа. У нас будет открыта обновленная экспозиция, посвященная истории самой Симбирской чувашской школе, деятельности самого Яковлева. Иван Яковлев родился 25 апреля 1848 года в чувашской деревне Кашки-Новатимбаева, Буинского уезда Симбирской губернии. Окончил уездное училище в Симбирске и Симбирскую мужскую гимназию. Во время работы сельским мерщиком Иван Яковлевич бывал в разных губерниях и знакомился с культурой, жизнью и бытом местных народов. Постепенно он пришел к мысли о необходимости воссоздания чувашской культуры. Иван Яковлевич не только преподавал, но и занимался разработкой методологии обучения в национальной школе, составлял и выпускал учебники и учебные пособия, организовывал перевод на родной язык учебной, художественной, сельскохозяйственной, медицинской и другой необходимой литературы. На самом деле Иван Яковлевич Яковлев – это талант для педагогов, действительно выдающаяся личность. Это переводчик книг с русского языка на чувашский язык, создатель чувашского алфавита, чувашского букваря, первых учебников, норм литературного языка. Но одновременно с этим он создатель Симбирской чувашской учительской школы, первой, как отмечают многие исследователи, первой национальной школы в истории чувашского народа, которая ставит свои задачи подготовку чувашских народных учителей, ну и также обучение священников. Он ставит такую же задачу. Благодаря Ивану Яковлевичу на чувашский язык были переведены Новый Завет, Псалтирь, основные богослужебные книги, которые используются по сей день. В первую очередь это миссионер, причем миссионер очень такой глобальный, потому что у нас единицы мирян, которые занимались тем, что переводили Святые Писания на коренные языки, на местные, да, то есть какой-то народности, и через школу пытались людей воцерковить. То есть вот была такая его позиция, что образование неразрывно связано с религиозностью, с церковностью, да, то есть когда строится церковь, должна быть и школа. Если строится школа, то должна быть и церковь. Большая проблема заключалась в том, что чувашское население не понимало богослужения, совершаемые на церковно-славянском языке, как не понимало и проповедь священника на русском. Все это приводило к прохладному отношению к церкви и соблюдению лишь обрядовой части. Иван Яковлевич добивался того, чтобы в Симбирской духовной семинарии стали готовить священство из инородцев. Еще один важный вопрос касался церковных песнопений. Иван Яковлевич пригласил из Санкт-Петербургской капеллы музыканта, который занимался переложением нот. О духовном опыте Ивана Яковлева известно крайне мало. В 1921 году он составил духовное завещание. Первая его заповедь – «Храните веру православную». Причем это происходит уже в разгар антирелигиозной кампании большевиков. «Человек делал все основательно. Что его отличало? Он не боялся никого, он не боялся ничего, он знал, что он делает Божье дело. Его вклад огромен просто, потому что мы имеем возможность такую, что в нашей епархии, соответственно, у нас 8 храмов, в которых совершают богослужения на чуварском языке. То есть это только в нашей епархии. Сколько таких храмов во всех епархиях, где есть чуваши, мы пока, так сказать, не такой цели не ставили, если бы нас считать. Но вот у нас есть действительно такая возможность, совершая богослужения на чуварском языке, на понятном языке, и, соответственно, тем самым люди, для них становится богослужение просто более понятным, понятным и более живым, наверное, так скажем». В Ульяновске есть много мест, так или иначе связанных с Иваном Яковлевым. Недалеко от музея находится памятник чувашскому алфавиту, а в храме в честь сошествия Святого Духа на апостолов современный иконостас сделан таким же, каким он был во времена Ивана Яковлева. Жители города часто пересекают сквер, в котором установлен памятник просветителю чувашского народа. Всё это свидетельствует о народной любви и благодарной памяти, пронесённой через поколения. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.